За допомогой у працу латкованню, постоянно дзеючая комиссии по саденичанию занятости, что день звертаются десятки человек. Нагадаем, с первого Снежни беларусы могут проверить, те не включили их у базу даденных незанятых у экономицы насельництва. Зробить это можно на один импортале электронных послуг. Але спочатку треба отримать ключ электронного личбового подпису, або логин и пароль у службы одно окно по месту жихарства. Информацию можно отримать и иншим способом. Наприклад, звернуться в постоянно дзеючую комиссию по саденичанию занятости насельництва по месту регистрации. Туды можно потелефоновать, накеровать письмовый зворот у тымлику на адрес электронной пошты. Так, с первого Снежни у комиссию Гомельского райвы Конкама звернулася свыше по сотни человек. Ежедневно к нам приходят люди за консультацией. Вот на сегодняшний день пришел гражданин из поселка Юбилейного, принес нам пакет документов. Мы, значит, просмотрели, да, он входит в базу на основании документов, что он у нас работает, мы его с этой базой исключим. За весь период к нам обратилось более 50 человек. Из них человек 35 – это по вопросу трудоустройства, остальные по вопросу консультации, методической какой-то помощи. Приходят люди для того, чтобы узнать, как можно получить субсидию от нас, от управления для открытия ИП. Мы всех встречаем, всем рассказываем. И на сегодняшний день работа проведена и сельскими советами, у всех есть информация, значит, по третьему декрету. И на сайте Гомельского райисполкома. Поэтому, я думаю, у нас больших проблем с этим не будет.